Практическая психология 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 Ксюша, а вот ты такая активная, всё время куда-то движешься, но у тебя бывает так тоже день сурка? Может быть, поначалу, когда, знаете, такой, у женщин бывает период до рождения ребёнка и после рождения ребёнка. Да. Когда есть период, там, с год-два года, когда ты живёшь жизнью ребёнка, я согласна, сейчас многие скажут, это неправильная жизнь, жизнь у ребёнка. Но вот есть какой-то небольшой период, когда ты ни цели, ни планы, ну, не можешь прописать по некоторым моментам. Вот в этот, наверное, момент день сурка. А так нет, у меня какой-то, видимо, свой мир, где очень много активности и интересности. Ну вот поэтому я ведь и пригласила вас, да, потому что вот вносить активности вот в эту самую жизнь, это тоже, ну, как бы и особенность личности, да, и уровень развития этой самой личности. И поэтому мы сегодня поговорим с вами. Я предлагаю... Да, кстати, правильно ты заметила, что вот день сурка чаще всего женщины называют, это как раз декрет, да, один и тот же... Ну, декрет, как таково. Ну, декрет, как таково у меня и не было, но, тем не менее, планы, вот цели, как-то, чтобы что-то было по-другому, оно уже не так часто было. Да, не буду держать в секрете, мы все втроём являемся организаторами фестиваля трансформационных игр, который вот в этом году у нас будет уже девятый, да, по счёту. Да, и уже юбилейный год, пять лет уже проводим его. Да, пять лет. Про это мы тоже с вами обязательно поговорим в контексте нашей сегодняшней темы. Но предлагаю начать с колеса баланса. Может быть, кому-то это сейчас будет понятно и известно, а кто-то, может, впервые вообще в этой жизни услышит. Вот, Лена, что такое колесо баланса? Колесо баланса — это такой универсальный инструмент, когда можно разложить по разным сферам все свои дела, всю свою жизнь и понять, какая сфера западает, а в какой нужно, наоборот, может быть, поумерить пыл. Вот, смотрите, вы обе ведёте разные игры, да, Лена, вот ты ведёшь сейчас игру «Поджелание», да, и там тоже есть колесо баланса. Да, но колесо баланса — это, вот я повторюсь, что это универсальный инструмент. Мне кажется, он используется везде и в играх, и там, наверное, в планировании каких-то очень прагматичных людей, которые далеки от игр. То есть это просто вообще какая-то база. Клюша, а в твоей игре как игра называется? Она играет, называется «Ты просто космос». На самом деле колесо жизненного баланса действительно уже в России она как 50 лет, история популярная, и её используют вообще везде и на работе, и в личной жизни. Я всё-таки за то, что это структура. Мы понимаем чётко, что всё равно вот эти сферы колеса будут западать где-то, где-то они очень развиты, где-то нет, но это определённая структура, чтобы человек посмотрел, что «О, точно, а ведь можно и с друзьями встретиться». Или «О, а можно и отдохнуть, например, а не только работа, там в 8 утра вышел и в 8 вечера вернулся». Да, и, боже мой, почему-то моя личная жизнь сейчас на нулях, да? Да, и вот смотрите, чем прекрасен для меня вот этот инструмент, я, например, каждый год в одно и то же время, иногда перед днём рождения, иногда перед Новым годом, простраиваю, вот смотрю, скриню, можно так сказать, вот это своё колесо баланса. Где там что западает, где там меня всё устраивает и удовлетворяет. Вы, кстати, этим занимаетесь тоже? Надя, вот как раз тоже добавлю, очень чётко подмечено, я точно так же, разница в полгода, то есть Новый год, а у меня день рождения летом, и у меня вот в практике такое, писать цели и итоги. Ну вот за полгода же их легко подвести, да? Кстати, да, ничего не забывается. Иногда удивляешься, а каким это способом вообще это достигается? Ну мы тоже, да, понимаем, что это мы не просто сели на диван и ждём, когда же у нас достигнется. Но как-то всё равно это достигается, иногда удивляешься, как это происходит. Вот про колесо ещё добавлю такую интересную вещь, я его использую несколько шире, то есть есть базовое колесо по обычным сферам жизни, там иногда его делят на 6, иногда на 8, на 12, но там, а есть ещё колёса, которые можно, колесо, которое можно составить по каждой сфере. То есть берёшь сферу личной жизни и смотришь, из каких же секторов состоит моя личная жизнь. И периодически, когда я вижу, что какой-то сектор западает, я его разбираю на составляющие и уже смотрю, какие элементы там можно докручивать. Вот давайте мы сейчас с вами по таким основным, наверное, 6 секторам пройдёмся. Согласны, да? Ну я думаю, что их, наверное, стоит назвать для слушателей. Назвать, да, чтобы, да, чтобы. Итак, самое актуальное для вас, давай, Елена, какое для тебя в настоящее время самый актуальный сектор. Ладно, пусть это будет самореализация. Самореализация. Такой вкусный, сладкий сектор, да? Хорошо. Вот как мы можем сейчас, например, да, современные люди самореализоваться? То есть, да, что туда может входить вот в эту самореализацию? Тут, наверное, ещё стоит добавить, что самореализация плюс творчество. И творчество — это не только то, что можно делать руками, но и творческий подход к жизни в целом. А где и как, и через что я могу добавить в свою жизнь творчество, каких-то таких моментов, которые меня зажигают. И тут, наверное, вот как раз вот этот творческий поток в нас, он раскрывает какой-то потенциал, который может не иметь отношения к творчеству, но запускать все остальные сферы жизни. Это, знаете, как есть в колесе какая-то запускающая сфера, да, когда в ней поднимаешь уровень энергии, делаешь какие-то шаги и автоматически подстраиваются под неё все остальные сферы. Всё подтягивается, да? Ну, для кого-то здоровье, для кого-то в личной жизни всё классно и всё складывается, да. Ну, и причём это может быть разные сферы в разные периоды жизни. Вот даже интересно сейчас слушателям задать вопрос, а какая сфера наиболее актуальной может являться для вас в данный момент жизни той самой запускающей сферой, которая запустит процессы во всех остальных сферах. Ну, вот, знаете, лично, например, для меня любой проект, который, да, делаю я, там, одна или же вместе с вами как в команде, да, для меня это, опять-таки, про творческое проявление себя в мире. Да. Ксюша, а у тебя же тоже очень много всяких проектов, да, и вот каким образом ты вот проявляешься, как бы, да, вот самореализацию через творчество? Ну, сейчас у меня, наверное, такой активный проект, если брать сферу колеса жизненного баланса, это спорт и здоровье. И, как Лена правильно рассказала, что запуская один процесс, запускается всё остальное. То есть спорт и здоровье. Это вот закрутить вот этот вектор, да, вот. Да. Эта сфера решается, потом автоматически решается вопрос карьеры, да, вот, решается вопрос самореализации, ну и далее по пунктам. Поэтому, и даже вот вспоминая фильм, который многие смотрели, всегда говорит, да, с Джимом Кэрри, тоже вот этот процесс очень легко можно увидеть, как он запустил, когда он на всё говорил, да. Курсы гитары, да. Поехать в другой город, да. И всё-всё-всё остальное тоже закручивалось. Вот тоже разрешить себе говорить, да, да, когда ты понимаешь, что день, у тебя каждый день, день сурка, и ты вдруг чувствуешь, что так может длиться годами, не меняется окружение, не меняются события, не меняются ситуации, да, вот это, мне кажется, очень страшно, осознать вот эти постепроцессы. Тут момент такой интересный. Недавно слушала Михаила Казинника, это известный скрипач, музыковед, и он такую тему поднял, вообще, самим собой может быть скучно? И он сказал, ну как может быть самим собой скучно? Вы можете быть с Мусорским, вы можете быть с Григом, с Рахманином, но вы не можете одни быть. А это же уже совсем другие сложные произведения. Ну вот я опять-таки тут скажу, что это же будет зависеть от уровня развития личности, да? Вот мы с вами этот пунктик не должны забывать, потому что иногда действительно личность развита на таком уровне, что самим собой скучно. Хорошо, вернёмся к творчеству. Вот добавлю про самореализацию, как раз я поняла сейчас, что для меня самореализация, это я командный игрок, я могу, конечно, творить одна, где-то порисовать, где-то ещё как-то, но мне больше энергии даёт, когда я не просто творю, а когда я в это творчество ещё и вовлекаю массу других людей. Для меня вот этот масштаб, он даёт прямо большой разгон. И поэтому я сейчас сижу и ловлю себя на мысли, что все мои проекты в самореализации, они так или иначе направлены на то, чтобы привлечь в них других людей и что-то устроить, какое-то сотворчество. Вот смотрите, 22 мая в нашем городе, в нашем регионе будет проходить фестиваль трансформационных игр. Это тоже проект, да, про творчество, про самореализацию, это проект про развитие личности, про то, как можно себя узнать, поисследовать, выйти на новый уровень. Вот что, Лена, для тебя этот проект? Для меня вот как раз это та самая возможность привлечь в своё творчество не просто там 10-20 человек, а привлечь в своё творчество сотни человек. Потому что трансформационные игры это такой интересный инструмент, когда через игру, можно сказать так, играючи, получаешь какие-то результаты и смотришь на вот не только через колесо жизненного баланса, но и вообще через другие инструменты на свою жизнь и что-то начинаешь менять. И меняешь в таком формате творчества. И вот этот процесс, когда мы собираемся вместе огромным количеством людей, люди приходят и говорят, что там такое будет происходить. Кто-то заранее спрашивает, кто-то идёт на доверие, но потом все уходят довольные, потому что они окунулись в творческий процесс и посозидали свою собственную жизнь. Нашли для себя вот эти вот кнопочки включить энергию, добавить радости, что-то поменять и подошли к этому творчески. И когда мы стояли у истоков вот этого, знаете, это для меня, как вот сидишь на горе, кидаешь комочки снежные, они катятся и образуется целая лавина. И когда я осознаю, что мы эти творческие процессы запускаем, у меня прямо сектор самореализации наполняется. Это, знаешь, как бабочки в животе, да? Ксюша, а для тебя этот проект что означает? Вообще ты как-то внутри себя что-то чувствуешь? Вот, Лена, интересно сейчас вот эти вот, да, как... Проговорила образы, да? Проговорила интересного образа, да. А для меня вообще очень важно, наверное, быть, вот я сейчас анализирую, это первооткрывателем. Неважно, в какой сфере деятельности, что-то новое запускать — это раз. И, во-вторых, запускать не просто в развлекательном плане, а чтобы у этого проекта был смысл и польза. Вот тогда, наверное, мне хорошо внутри. Вот, смотрите, девятый фестиваль, да, то есть как бы мы понимаем, что спрос есть на это мероприятие. Но вот мы всё, мероприятие, мероприятие, а вот опять-таки про творчество и про самореализацию. Как это всё будет выглядеть? Как это всегда выглядит? Или каждый раз по-разному? С одной стороны, у нас есть уже такая устоявшаяся модель, которая классно себя проявила и которая вызывает восторг среди тех, кто участвует, приносит результат. С другой стороны, всегда всё проходит по-разному. Ну, то есть давайте проговорим, да, сразу, что фестиваль — это, в принципе, такая, знаете, история, где люди приходят и играют во всевозможные настольные игры. Да. Вроде бы как так всё просто звучит, да? Настольные игры со смыслом, я бы добавила такой момент. Я вчера вспоминала вообще, как это закрутилась тема, потому что ещё пять лет назад нам приходилось объяснять, что это такое. Кто это загадочные тигры, ну, те игры, да, трансформационные игры. И нам всё время надо было объяснять, что это такое, какую пользу. Сейчас вот этого момента вообще нет. Настолько вот закрутилось колесо, да, о котором мы сейчас говорим. И люди понимают, с какой пользой. И ведь есть кто оцифровал эту всю историю. Да, она теперь уже вообще в интернете, я бы так даже сказала. Да, что вот столько-то надо сыграть, результат будет такой. Такой-то. Скептики скажут, да как такое может быть, что с такими карточной технологией, с кубиками, фишечками? Вообще, как можно результат-то получить? Мало того, результат, смотрите, у нас же ещё есть такое понимание, да, вот я, например, тут тоже недавно рассказывала студентам про трансформационные игры. И они говорят, ну да, это настолько, это же, ну как бы, это больше с точки зрения педагогики, воспитать там в нас что-то, да. Но ведь это используется, вот опять-таки творческий потенциал, да. Мы ищем самореализацию даже можем через эти игры, правильно ли, Анна? Да, и тут же, смотрите, это же не просто настолько, да, где кинул кубик, двинул фишку, а это методология внутренних изменений, которая зашита в настольную игру. То есть над этим работают опытные психологи, чтобы создать трансформационную игру, где всё выверено, что делая определённые шаги, действуя по определённым алгоритмам, человек в итоге получает результат. Причём в такой очень экологичной форме, потому что это всего лишь игра. И наше с вами сознание и подсознание как бы, да, не сопротивляется в этот момент. Да, и вот как раз вот когда игры, я очень люблю игры, которые, с одной стороны, такие драйвовые, азартные, это же игра, где там у участников горят глаза, они получают удовольствие от процесса. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Да, есть такое в некоторых играх. А с другой стороны, там достаточный уровень глубины, и когда игру ведёт опытный мастер, то выигрывают все это однозначно, потому что игроки могут уйти уже на определённую глубину и осознать какие-то важные для себя вещи. И причём у них же это происходит, то есть, знаете, включается внутренний ребёнок, а главная деятельность для ребёнка — это игра. Как мы помним, в игре он моделирует процессы жизни, и тут участник, включая внутреннего ребёнка, может тоже моделировать какие-то свои процессы, находясь за столом, и осознавать вещи, которые он, может быть, сам бы доходил ещё год, два или три. Или читая-читая много-много книг, да, Ксюша? Это же тоже время тратишь, да? А тут ты пришёл, проиграл, ну, там, полтора-два-три часа, да, в зависимости от уровня игры, да, время. Да, всё верно. Вот мысль, она интересна в том, что если посмотреть глубже, то есть более серьёзно отнестись к этому, и пообщавшись с авторами игры, ты поймёшь, насколько глубокие знания зашиты в игру. Ну, как бы, игра для нас — это какой-то юмор, смех и что-то простое. А там, на самом деле, столько теоретических, да, таких знаний, которые потом вот на практике, проживая в игре. Да, это к вопросу как раз колеса жизненного баланса, что человек, который создаёт игру, должен настолько обладать знаниями и быть развит во всех сферах жизни, чтобы в одну простую игру, чтобы простым языком преподнести очень сложный уровень знаний. И там не только знания, вот, допустим, в отличие от книг, там же ещё и навык. То есть, читая книги, мы получаем знания. Играя в игру, получаем знания, и тут же получаем навык применения этих знаний, некий опыт, который потом можно... Потрясающе. Вот я вот за это обожаю. Принести в жизнь. Кстати, Надя, у нас среди нас трех есть один автор игры. Мы вот говорим, я говорю о других, а тут у нас же Елена тоже является соавтором игры. Соавтором игры, да. Ну, соавторство. Это тоже неплохо, да, это тоже определённый уровень, понимаешь, развитие тебя как игропрактика, да, как обучающего тренера. Ну, да, я соглашусь, тут просто авторство в том, что берёшь какую-то, то есть вырабатываешь какую-то технологию, то есть у вас же есть, вот я знаю, что Надя проводит свои тренинги авторские, да ведь, да? У Ксюши тоже есть свои авторские продукты. И то есть, и когда вы берёте свой авторский продукт, и вот эту технологию вы перекладываете на механику игры, вы получаете игру. Игра — это инструмент. Поэтому я могу сказать, что мы тут все авторы определённых технологий. Ну, вообще, дело в том, что мы и хотели бы вообще, чтобы слушатели нашей программы практической психологии, да, стали авторами своей собственной жизни, что тоже немаловажно. И вот сегодня у нас с вами тема «Как не превратить свою жизнь в день сурка?» И вот мы зашли так с позиции творчества, самореализации. Я вот сейчас предлагаю взять тему твою, да, тему здоровья и спорта. Вот через призму своей истории расскажи, пожалуйста, как ты разнообразишь, да, свою жизнь и как ты качественно меняешь своё, ну, вообще, всё, своё состояние физическое, эмоциональное. Не так давно я представляла на радио книгу «Прогулки по лесу». Ну, с виду, что такого простого? А там действительно тоже точно так же вот эти вот размышления идут, но уже с фактами, для чего людям просто прогуляться. Мы сейчас очень просто, да, поступаем. Садимся в машину из дома, едем до работы, и с работы садимся в машину и едем до дома. У нас не происходит процесс восстановления. То есть мы с теми моментами, которые у нас происходили на работу, едем домой, загруженные немножко. Ну, через полчаса-то можно будет разгрузиться. Но в книге как раз рассказывается о том, что вот этот вот момент, когда ты идёшь, просто идёшь, проходишь жизненные проблемы, ногами проходишь, да, у тебя все мысли немножко так по полочками восстанавливаются, и тебе становится хорошо. Я вчера это заметила. У меня дочь занимается лёгкой атлетикой. Ну, не сидеть же мне в душном помещении. Конечно. Естественно, я на улице... Мотаю круги. Да, мотаю круги. Я пришла к тому, что у меня появились другие мысли по проектам, которые я делаю, что надо вот это реализовать, там можно это реализовать. То есть получается, что ходьба, она тебя ещё и вдохновляет? Да. Ходьба, бег, она вдохновляет. И как-то мысли, они совершенно... Я их совершенно случайно, наверное, в голове появляется, и я потом реализую уже в жизни. Как физиолог, да, как психофизиолог, я тебе скажу, что это неудивительно. Дело в том, что когда мы начинаем активно двигаться, наш мозг, что, питается кислородом, вот тем самым, понимаешь, да? И, конечно же, совсем другие процессы происходят. И уже мы по-другому видим вот эту историю. Одну и ту же банальную ситуацию мы можем посмотреть уже с разных абсолютно сторон. Так что продолжаем бегать, ходить, двигаться. Продолжаем бегать, ходить. И какие-то моменты, ну, хотя бы чуть-чуть, но в субботу, в воскресенье отказаться и погулять по лесу даже просто. Потому что лесотерапия... Да, да, это тоже великая... Ну, а вот сейчас я от тебя, оттолкнувшись, да, хочу ещё про один очень важный сектор проговорить. Например, про сообщество, про людей, про дружбу, про то, как нам с годами не растерять тех, кто для нас важен, дорог и нужен, и как, чтобы с каждым годом в вашем окружении появлялось всё больше интересных, таких драйвовых, солнечных, позитивных людей, да? Давайте присоединяйтесь ко мне вот с этой историей, потому что вот даже через призму нашего фестиваля, я знаю, что очень многие на фестиваль трансформационных игр идут для того, чтобы оказаться в кругу вот таких позитивных, думающих, чувствующих, знающих, развивающихся людей. Да, кстати, есть, знаете, такое понятие социальный лифт. То есть я думаю, что вы точно об этом слышали. Если есть желание оказаться где-то, то есть и стать кем-то, окружи себя такими же людьми, которые уже находятся в этой точке. То есть автоматически поднимаешься на лифте в то окружение, куда нужно. И вот как раз на нашем фестивале мне что нравится, люди приходят не просто поиграть, то есть это, знаете, это такое многоуровневое событие, когда приходят подружиться с кем-то. Познакомиться, пообщаться. И после этого столько происходит вот даже... Я даже, знаете, вот людям, которые идут на нетворкинг, а у нас на фестивале всегда проходит нетворкинг организованный, он занимает где-то около часа, и у нас там идёт знакомство по принципу быстрых свиданий, когда люди садятся по 5-6 человек за стол, по каждого человека на минуте он презентует себя, потом меняются столами, и фактически за час перезнакомились все, кто там есть. Но я людям сейчас рекомендую, что смотрите на людей, которые за столом, не с точки зрения, что я могу им продать, или что я могу им купить. То есть многие самопрезентации основаны на этом. А смотрите на этих людей шире. А как я могу их в себя... Ну что я могу такое сказать о себе, чтобы влюбить в себя, как в человека? Потому что, возможно, из сидящих за столом кто-то не будет вашим клиентом, или вы не пойдёте к нему как клиент. Но у вас могут сложиться отношения на каком-то совершенно другом уровне. Вы найдёте единомышленников, с которыми будете, не знаю, а погнали в Казань. Погнали! Да, вот такие вот истории. И у нас очень много таких историй, кстати, с фестивалей. И вот это вот мне очень нравится, что люди находят друг друга на совершенно разных уровнях, создают совместные проекты. Я знаю такое, что нашли на фестивале друг друга, через год приходят с какой-то уже совместной историей, что-то совместно проводят, или вообще какой-нибудь там совместный тур организуют. Да, или просто приходят люди, которым, например, казалось, что им даже не с кем кофе там посидеть попить, не с кем сходить в парк прогуляться. А сейчас это уже совсем другие, большие корпоративы, это уже истории про то, что мы уже объехали там несколько городов вместе. А всё начиналось, когда я спрашиваю, а где вы познакомились? Да как где? На вашем фестивале познакомились. И очень вам за это благодарны. Я вам больше скажу. Я раз в год устраиваю юбилейные даты своей профессиональной деятельности в рекламе, пиаре и организации мероприятий. В этом году было 17 лет, и я провожу игру, конечно, про цели и жизненный баланс. И она построена в том, что это есть задание поразмышлять. Иногда ведь осознать это тоже хорошо. Вот мы сейчас с вами проговорили, мы себе пользу принесли, и тех, кто нас слушает. Конечно. А есть задание, которое нужно делать. За задание делать даётся больше... Бонусов. Бонусов, да. И одно из заданий было, если вы найдёте в кругу играющих, тех, кто с вас поддержит, и пойдёте куда-то там в театр, в музей, типа все могут продвигаться дальше к своей космической цели. И у нас очень большой выход произошёл, как раз всех единомышленников, и мы вот посетили спектакль очень интересный. После этого ещё пообщались, поговорили, поэтому очень даже хорошее взаимодействие. Из всех, кто там был, я только всех знала. Остальные, они-то с друг другом не были знакомы. И перезнакомились, понимаешь? И все перезнакомились. И мало того, теперь смотри, как говорят французы, да. Если вы испытали вместе какую-то там, например, эмоцию, там, да, открытие какое-то сделали, то считайте, что вы теперь уже друзья на всю жизнь. Да, да. И ещё тут тоже добавлю такой интересный момент. Я сейчас себя поймала на мысли, что я очень много езжу по фестивалям в другие города, то есть там Москва, Казань, Нижевск. И будучи в Москве не так давно на фестивале трансформационных игр, потом после фестиваля я назначила ещё несколько встреч отдельно, и я поняла, что я встречаюсь с девочками, там как бы с интересными людьми, с которыми я познакомилась в разное время на разных фестивалях. С кем-то в Сочи, с кем-то там на презентации игры в Москве. И я такая думаю, боже, сколько классных людей мне в жизнь привели фестивали и игры. И стоило, и это стоило того, чтобы начинать вот этот проект, который, в общем-то, мы с вами организовали. Поэтому если кому-то не хватает общения, welcome на фестиваль, там вы точно... И вот это, кстати, классная история для мам в декрете, вот то, с чего Ксюша начала, да, что у мам в декрете часто день сурка, потому что вроде бы коллеги, с которыми они до этого работали, у них уже другие интересы. Тут с мамами в песочнице не всем интересно общаться. А тут можно выйти и найти своё... У нас есть примеры на фестивалях. Да, кстати, я предлагаю... Вот у нас сейчас есть время, да, до перерыва на рекламу рассказать, каждый рассказать по истории, которую вы знаете, как изменилась жизнь того или иного человека, без фамилии и без имён, разумеется, да, в связи с тем, что он побывал на нашем фестивале. Ну что, предлагаю, Лена? Да, я могу рассказать историю девушки, которая пришла к нам на второй, наверное, фестиваль. И она была на тот момент, мама в декрете, в двойном декрете. То есть, получается, если она сейчас себя... Если она сейчас слушает, то она, возможно, себя узнает. Там, я так помню историю, что сначала один ребёнок, потом второй, и она, не выходя из декрета, осталась. И вот тут уж точно день сурка. Да, и ей интересно... То есть, и она не знала, чем ей заниматься дальше. В итоге она пришла на фестиваль, потом у неё как-то всё очень интересно закрутилось, она нашла для себя много творческих реализаций, рисования, и нумерология, или астрология. В общем, разные процессы. И здесь я попробовала, да? Да, и сейчас она вот уже на втором фестивале выступает у нас в качестве мастера, проводит астрологические консультации. Хорошо. Тоже у меня есть такой пример, да, когда человек, будучи врачом, это же такая ответственность, это всегда такая тема, ну, как бы, такого внутреннего напряжения, да, тоже искали варианты вместе с супругом, где можно, какое можно хобби придумать, да, то есть, как бы, чем бы можно было бы заняться. И придя на наш фестиваль, познакомились с человеком, да, который как раз занимается сейчас арт-терапией, да, то есть, как бы, вот, рисует, делает всевозможные поделки. И это теперь прямо такая шикарная отдушина, плюс ко всему дополнительная монетизация, да, то есть, как бы, вот, всё то, что делается руками, врачом, известным очень в нашем городе, это ещё и продаётся на интернет-пространствах. И она говорит, я никогда не думала, что вот именно, как бы, да, вот этим могу заниматься, я себе не разрешала, а вот благодаря, как бы, встрече на вашем фестивале, я разрешила себе, что да, я могу, да, получать удовольствие как ребёнок от тех поделок, которые я делаю, и, мало того, это монетизировать. Вот это как раз, опять же, тема самореализации, да? Да, да. Который сейчас очень многих интересует, тема предназначения, да, когда вот вроде бы там к определённому возрасту женщины достигли определённого статуса в обществе, там, доходы на своей основной работе, семья есть, дети растут, и что-то вот такое... Не хватает, вкусного чего-то, важного, нужного, да? У меня, наверное, три примера будет. Отлично. Первый пример. Вообще игры, когда человек заявляется с игрой на наш фестиваль, он воспитывает в себе такое качество, как решительность. Потому что я даже не ожидала, что такое может быть, но вот в комментариях, в сообщениях прочитала, что, а если ко мне никто не придёт, вот, а как быть, а какую игру, а что надо? Тут два варианта. Первое, вот внутренне вот так вот себя, что придут, я сделаю такие-то шаги. Это к вопросу уже колеса жизненного баланса, это уже прописывание шагов для реализации цели. Вот, и поэтому, наверное, наш фестиваль многих людей, это такой вот итог, под итог своей деятельности происходит. Вот, это раз пример. Второй пример. Я брала интервью у игропрактика, она не из Кирова, и вот она как раз оцифровала игры, там, сыграла в Купидон, на такой-то раз вышла замуж. Я в этот раз всегда улыбаюсь, потому что у меня... Кажется, что-то статистика, да? И третий пример, яркий очень, это наш кировский игропрактик. У ней тоже много игр, и она очень чётко пишет. Сыграли в игру, у вас будет ребёнок? На такой-то раз ребёнок появился. Ну, конечно же, это не во время игры. Это вопрос, и вот то, что запускается вопрос, вот процессы готовности, и решается какой-то вопрос в игре. И тогда всё прекрасно получается. Вот смотрите, вот Лена говорила, да, что вообще любая игра, это всегда про методологию, это всегда такая научно обоснованная как бы вообще история, да? Вот ты сейчас говоришь про то, что вот если вы играете и внутренне настраиваетесь, вы работаете сами с собой, да? То есть как бы со своими целями, со своими задачами, решаете какие-то свои внутренние переживания. Это больше как бы кажется, что там про чудеса. Вот я почему всегда у меня улыбка, потому что вот вы, например, там с позиции психолога-врача можете это легко обосновать, почему такое происходит. Я более с такой жизненной позиции, с житейской, да, я говорю о том, что ну вот как бы я ни улыбалась, это работает. А игры работают, да, действительно. Это вот добавлю, да, у меня недавно я просто игру под желание проводила для компаний, в которой был психотерапевт-мужчина, практикующий с таким достаточно большим опытом. И мне было немного волнительно, потому что, ну, то есть человек, он же так, а вдруг он что-то, ну, то есть не то, что волнительно, Конечно же он всё исследует, конечно же он всё изучает. Когда он в конце сказал, что вначале я отнёсся к этому немножко скептично, да, ну, то есть что за игры, да, а в конце он сказал, это классно работает, чёрт возьми. Ну что, мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, встретимся через несколько минут. Практическая психология. Это программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях Ксения Шамова, организатор мероприятий разного уровня, и Елена Соковнина, обучающий тренер для игропрактиков, а тема у нас «Как не превратить свою жизнь в день сурка». Ну вот, смотрите, мы уже очень много с вами пробежались по колесу баланса, да, и я сейчас предлагаю обсудить тему личной жизни. То есть это ведь тоже такая сфера очень ёмкая, и я лично по себе знаю, если она у меня на 10 баллов, то как-то всё остальное другими красками играет, правда? Сотопроцент. Да, смотрите, день сурка — это ведь не только у женщины, например, когда она в декрете. День сурка — это может быть у мужчины и у женщины, когда, например, они в разводе, да? То есть как бы вот отношения распались или их вообще, например, нет, не получается каким-то образом построить. Вот что у вас есть по этому поводу? Я хочу сказать, что наблюдаю несколько фестивалей уже очень классную тенденцию, что к нам приходят играть семейные пары, и когда один в паре развивается, а второй где-то стопорится на определённом уровне, там либо второй тянет назад, либо получается, что в какой-то момент интересы начинают расходиться. И когда люди оба развиваются в паре параллельно, то у них развиваются и отношения. Конечно, и вот мало того, я, например, провожу игру там про отношения, когда можно прямо отскринить, да, моменты, а где у нас напряжение в отношениях, а где мы, например, с тобой сильны как пара, а где мы вообще проваливаемся, да, вот в этой истории. И смотрите, не всегда на консультацию может прийти к психологу, к психотерапевту семейная пара. Слава богу, сейчас это уже, знаете, разворачивается история, сейчас даже часто мужчина сам приводит свою, например, супругу, но вот так придя и поиграть вместе, да, ну как бы вот вроде бы всего лишь игра, приятное времяпрепровождение, а столько инсайтов, столько ощущений того, что, слушай, у нас так много есть, о чём стоит поговорить, нам так много, что необходимо обсудить, да, и, может быть, где-то трансформировать. И для меня это всегда про волшебство с точки зрения науки. Мне кажется ещё, что в любом браке, да, в любом союзе отношения со временем происходит в отношениях какая-то трансформация. И либо вы управляете этой трансформацией, и тогда осознанно идёте в какие-то процессы развития, либо она происходит сама по себе, и не факт, что она выведет туда, куда должна вывести эту трансформацию. Это тоже интересный момент. И, кстати, вот тут ещё упомяну, говорили про игру, которую мы создавали в соавторстве, хорошая, плохая, разная, живая, она про то, как отстаивать свои границы, про то, как перестать быть удобной для других и начать выбирать себя. И очень часто эта игра помогает женщинам в том числе и разобраться в существующих отношениях и выстроить новые отношения. Может быть, даже с прежним и же партнёром. Запросто. Я вот хочу мысль такую тоже продолжить. На самом деле, вот мы говорим про кризисы между мужчиной и женщиной, а ведь это вообще во всех сферах жизни идёт. То есть, например, на предприятии там тоже есть определённые кризисы, когда ты там занимаешься 20 лет или 25 лет одним и тем же проектом, и всё, и уже кризис. Надо развивать предприятие, а всё равно надо. Вот всё равно вот эту вот энергию надо запускать определённо. Так же и в семейных отношениях. И там самим собой даже тоже запускать вот эту вот историю трансформации себя. У меня на игре «Ты просто космос» принимали участие семейные пары, которые были ещё не в официальном зарегистрированных отношениях и были которые уже даже уже и с ребёнком. Вот это, наверное, такой интересный показатель, что им хочется дальше продолжать отношения, но, видимо, где-то какой-то момент вот хочется поисследовать, чтобы что-то новое получить. И потом классно же обсудить друг с другом это. Конечно, это опять-таки про как не превратить свою жизнь в день сурка, да. То есть как бы понятно, что завтрак, обед, ужин, телевизор, прогулки с детьми, да. Но смотрите, сколько в нашей жизни есть ещё всевозможных инструментов, да, которые позволяют качественно улучшить и отношения, и самочувствие, и состояние, ну и вообще как бы вкус жизни почувствовать. И вот тут, кстати, Ксюша упоминала про игру «Купидон», когда вроде бы, да, чудеса девушка поиграла и вышла через какое-то время замуж. И со стороны может показаться странно, как это работает, что за волшебство. Но на самом деле это же всё логично и объяснимо, что в процессе игры у девушки происходит переосмысление, у женщины, у мужчины, неважно у кого происходит переосмысление. Потому что, да, кстати, в эти игры играют и мужчины очень активно. Да, очень активно. Переоценка. И новые какие-то форматы поведения, он или она начинает себе разрешать другой уровень жизни. И, соответственно, на этом уровне жизни уже встречает партнёра, который тоже вот, ну то есть с которым на прошлом уровне жизни они бы просто не встретились. Да. Я всё-таки за то, что вот если люди хотят действительно создать, раз мы говорим сейчас про личную жизнь, уже осознанное отношение, ну ведь создать просто отношение, это же легко. Это просто. Ну здесь ничего особо такого не надо, просто желание хотя бы, да. Вот. А именно осознанное, чтобы там не через пять дней, да, разбежаться или, как говорится, поженились и сказали, наверное, зря мы это сделали, вот. Тогда тут надо вот эту тему исследовать, прорабатывать и изучать. Жить долго и сейчас. Да. Мало того, смотрите, это ведь касается не только вот каких-то прямо начал, я бы сказала, отношений, да. Это здорово работает, когда люди уже пожили не один десяток лет, да, и когда они понимают, что очередной кризис. И как-то из этого кризиса можно и нужно выходить, да, то есть не отталкиваться друг от друга и разлетаться в разные стороны, да, а наоборот, искать вдохновение в своём партнёре, искать какие-то новые открытия делать, да. Поэтому, опять-таки, вот именно игры помогают нам в этом. Да. Хорошо, давайте мы с вами сейчас подведём своего рода такой итог. Итак, твой рецепт, Ксюша. Как не превратить свою жизнь в день сурка? Ну, во-первых, всегда говорить «да». Всегда говорить «да» и пробовать что-то новое. В жизни, да, людям. Есть люди, которые скажут, ну, мы же семейные люди, мы домой приходим. Я согласна, семью брать с собой и позволить хотя бы раз в месяц вот какие-то интересные такие моменты. Вот, наверное, самый главный рецепт — это всегда говорить «да». Хорошо. На этом фестивале, который у нас будет 22 мая, ты планируешь провести какую-то игру? Да, этот вопрос мне уже задавали, что я буду проводить. Да, все хотят, чтобы ты провела игру. А я сделаю по-другому. Хорошо. И проведу мини-консультации по рекламе, пиару и организации мероприятий для игропрактиков и для любых других людей. Вообще круто. Новый уровень. Так что, дорогие коллеги, приходите, пожалуйста, на наш фестиваль. Лена, а что же ты планируешь сделать на фестивале? С нетерпением ведь ждёшь его. Я вижу, как ты активно сейчас проживаешь эту историю девятого фестиваля трансформационных игр. Да, я по поводу фестив... Да, да. По поводу фестиваля. 22 числа. 22 мая. Целый день мы будем играть, мы будем общаться, мы будем знакомиться с такими новыми технологиями игропрактики. Что вообще, что такое игропрактика? Можно я начну? Вот ты, Лене, хороший вопрос задала. На самом деле, да, Лена действительно вот очень ждёт этот фестиваль, потому что я ехала рядом с Леной в машине, и тот человек, который как рассказывает о фестивале, я уже хотела бежать на него. Да, конечно, жду. Тем более для меня фестивали, это вообще вот когда Ксюша отвечала на вопрос, как она не допускает в своей жизни день сурка, для меня это идти в новые истории, когда что-то новое разворачивается. И я сейчас вот сижу и вспоминаю, что 6 лет назад, когда я первый раз поехала в Москву на фестиваль, для меня это было, ну, фестиваль трансформационных игр, для меня это было такое, я ведь тоже могу вести игры, тем более на тот момент я была уже сертифицированным коучем, я начинала работать в этом направлении. И у меня каждый фестиваль, это была глобальная точка роста, то есть на первом фестивале я решила, что я могу вести игры, на втором фестивале я приехала и поняла, мы же можем, в Кирове это же самое делай, и после этого вот эту историю закрутили, и сейчас, спустя вот это время, то есть я обучающий тренер, я презентовала одну из самых популярных игр в Москве на большую аудиторию, где там в зале сидело 800 человек. Я сейчас нахожу в списке рекомендателей московского фестиваля, мы организуем уже девятый фестиваль в Кирове, для меня это про какой-то глобальный рост, и я понимаю, что люди, которые придут к нам на фестиваль вот в этот раз, для них это может стать какой-то мощной точкой роста, какой-то совершенно новой истории, и вот спустя лет 5-6, а может быть там год-два, они сидят где-то будут думать, вот как классно, что я пошёл на этот фестиваль, потому что, ну, так развернулась история, я даже не предполагал, что так может быть, и для меня вот этот фестиваль, который 22-го, это дать людям возможность новых точек роста в их жизни. Отлично, ну что ж, ищите нас в социальных сетях ВК Ксения Шамова, Лена Соковнина и Надежда Бушмилева, и, конечно же, мы вам сдадим все пароли и явки, и будем рады лично встретиться с вами. Это была программа «Практическая психология», сегодня мы обсуждали, как не превратить свою жизнь в день сурка. Спасибо вам большое, удачи и всего самого-самого наилучшего.